Печенье с орешками фундука это нежнейшее лакомство, идеальное для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Это печенье без молочных продуктов, без сахара, без глютена и без куриных яиц. Благодаря орешкам фундука печенье приобретает неповторимый вкус и аромат, создавая идеальное сочетание нежности и хрустящей текстуры. Это вкусное угощение, вам обязательно понравится. Готовится очень легко и просто. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами мы приготовим печенье из того, что у меня есть под рукой. Мне вот захотелось к чаю чего-то вкусненького, а дома ничего нет. Поэтому сегодня вместе с вами мы приготовим печенье без глютена, без лактозы, без сахара и без куриных яиц. Для приготовления печенья вам понадобится лукума, это такой вот подсластитель я буду использовать, амарантовая мука, миндальный жмых, я делала миндальное молочко и остается у меня всегда. Здесь у меня клюква и финики. Финики я вот такие вот использую, они без сахарного сиропа. Так, муклу амарантовую я уже насыпала, фундук, у меня был вот такой вот фундук, я его почистила только что и буду использовать. Вот семена льна, у меня вот такие светлые, миндально-кокосовое молочко, есть видеоприготовление, оставлю под видео ссылочку, как я делаю и разрыхлитель. Ну все, приступаем готовить. Когда вы готовите миндальное молоко, остается жмых миндаля. И вот этот вот свеженький жмых я буду сегодня использовать в приготовлении. Нам нужно будет 200 грамм. Семена льна я измельчу в блендером, в муку. Семена льна я измельчила и сюда вливаем молоко. Молоко у меня холодное, вообще не имеет значения или холодное, или теплое. Пока будем все остальное подготавливать, вот так вот перемешаем, и он немножко набухнет. Финики я помыла и нарезала вот так вот кубичками. Дальше я фундук измельчу ножом на крупненькие такие кусочки. Вот так вот все орешки я хорошо измельчила вот в такие крупненькие. Потому что блендером можно, но блендер немножко мельче бы все-таки сделать. Это как раз хорошее таки. А теперь максимально просто нам нужно будет все смешать. Смотрите, как набух наш лен. Вот такой вот превратился вот такой прям в кашицу. Высыпаем в нашу чашу. Получайные ложки разрыхлителя. Мука амарантовая тоже сюда. Так, миндальный жмых тоже высыпаем весь. Случайно выключилась камера. Рассказываю, я в чашу уже добавила клюкву, финики, половинку орешков. Вторую половинку оставляем для посыпки. И столовую ложку порошка лукумы. Теперь все хорошо перемешаем. Продолжение следует... Дальше я застелила противень пергаментом. И буду сейчас формировать печенюшки. Немножко возьму воды, чтобы можно было руки немножко обмочить. И вот так вот буду набирать. Буду формировать печенюшки. Будут вот такие вот небольшие у нас. Вот так. И обмакиваем наши с одной стороны. Будем обмакивать вот так вот наши орешки. Вот такой вот, видно? Так. 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 так что же в итоге получилось вот таких вот 11 печенюшек у нас получились ставим разогретую духовочку выпекаться я уже разогрела 180 градусов отправляем через 40 минуточек печенюшки наши испеклись орешки сверху поджарились очень вкусные ароматные попробовать печенье вам она очень понравится хороший вариант давать ребенку в школу как буду делать я тарасик мой очень любит эти печеньки я думаю вашим деткам они тоже очень понравится сейчас покажу какие печеньки внутри мы вчера конечно уже покушали половину съели вот такие вот они по сладости они получаются очень даже сладкие очень вкусные вот эти вот орешки очень вкусно и вы никогда не скажете что они без глютена без яиц вот такие вот они внутри мягенькие очень ароматные очень вам рекомендую но все кому понравился рецепт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал все готовлю для себя для своей семьи поэтому впереди еще вас ждут много разных рецептов всем пока пока